Средь бела дня В Алматы ударом ножа убит фигурист, бронзовый призер Сочинской Олимпиады Денис Стен Мат на бланке Прокуратура Алматы отвечает казахстанским адвокатам нецензурной бранью Оскорбленные намерены подать в суд Даже слов нет, чтобы описать, насколько деградировала наша диктатура Мэра пресечения Теперь уже бывшего мэра официально освободили от должности После чего Албека Ибраимова задержали офицеры госбезопасности 30 лет за оппозицией Власти Таджикистана не могут освободить из заключения бизнесмена Зайда Саидова По требованию международных организаций То, что они предъявляют, это всего лишь рекомендация В Алматы убит бронзовый призер Олимпиады в Сочи, чемпион Азии по фигурному катанию Денис Стен Неизвестные ударили его ножом Нападение на фигуриса совершено на пересечении улиц Курман-Газы и Байсеитовой Известно, что Денис Стен после ранения потерял очень много крови В тяжелом состоянии его доставили в больницу и там прооперировали По данным полиции, Тен увидел, как двое злоумышленников снимают зеркала с его машины Видимо, в результате подтасовки он и получил ножевое ранение Денису Тену было 25 лет Он заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады 2014 года Чемпион седьмых зимних азиатских игр Победитель Кубка четырех континентов 2015 года На связи со студией из Алматы наш корреспондент Шолпану Разбекова Шолпан, где вы находитесь и что известно к этому часу? Есть ли дополнительные подробности нападения? Здравствуйте, Акрам Нет, пока других подробностей неизвестно Но я сейчас нахожусь в центральной городской больнице Алматы Именно сюда доставили казахстанского фигуриста Дениса Тен И именно здесь врачи на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь Давайте послушаем медиков Они расскажут, как пытались спасти спортсмена Сегодня к нам в больницу в 15.23 был доставлен Олимпийский чемпион гордости нации, гордости республики Тен Денис поступил в крайне тяжелом состоянии В состоянии клинической смерти Более двух часов проводились реанимационные мероприятия Но, к сожалению, спасти героя нашей республики, героя нации нам не удалось В 17.30 была констатирована биологическая смерть Здесь также еще находится полиция По всей видимости, они ведут какие-то свои следственные действия Также у больницы собрались уже небольшое количество людей Это поклонники Дениса А также просто родители спортсменов Для которых Денис был огромным стимулом Мы можем послушать родителей, что они говорят о Денисе Денис вообще, это не только фигурист Это настолько патриотичный человек Он любил родину Он всеми своими поступками, во всех интервью, во всех своих действиях Он всем сердцем любил, настолько родина он был И так вообще, я не знаю, прискорбно вообще воспринимать И понимать, что какая-то случайность могла вот так Говорить трудно нам Действительно, мы узнали из СМИ И не верилось до последнего момента И сейчас не верится Денис Он один Такой на свете Ну а я все же напомню, как это произошло В самом центре города Денис просто случайно Он застал, вернее, врасплох Неизвестных людей, которые пытались снять зеркала с его машины Но так как Денис спортсмен И он не из робкого числа Он погнался за преступниками И буквально в 10-15 метрах от места парковки Они нанесли ему ножевое ранение В результате чего Денис потерял более 3 литров крови Но также я все-таки думаю отметить, что смерть Дениса Тен Это не просто большая утрата для Казахстана Это утрата огромная для всего спортивного мира Акрам Спасибо, Шулфан Еще одна трагедия произошла в семье Несовершеннолетнего мальчика На которого в подъезде одного из домов Шимкента Напал мужчина и изнасиловал Отец пострадавшего ребенка Скончался от сердечного приступа Шулпану Розбекова подробнее Не успев окрепнуть после произошедшего Родным мальчика пришлось пережить еще одно горе Отец подростка скончался от сердечного приступа Он не смог пережить то, что произошло с его старшим сыном Как оказалось, глава семейства был единственным кормильцем в семье А его супруга находится в декретном отпуске по уходу за ребенком Через неделю после произошедшего Скончался зять Отец ребенка Не выдержал сердца Никому не желаю такого Как сообщалось ранее в подъезде одного из домов в Шимкенте Неизвестный мужчина напал на подростка Все, что происходило там Попало в объектив камер видеонаблюдения в подъезде Издевательство над ребенком Прервала жительница этого же дома Насильнику удалось сбежать Но чуть позже он все же был задержан И в этот же вечер он дал признательные показания В данный момент ведутся следствия В Алматы сотрудник районной прокуратуры Оскандалился, ответив на жалбу Неизвестного в Казахстане адвоката Айман Умаровой Именно она ведет в стране многие резонансные дела Причем весьма успешно В официальном письме сотрудник прокуратуры Обратился к правозащитнице в оскорбительной форме Что шокировало адресата Адвокат, в свою очередь, не намерен закрывать глаза На подобное поведение прокуроров Адвоката Айман Умарова почти два года Ведет дело по факту смерти 6-летней Эвелины Янушайте Девочка умерла от рака крови, а лечили ее от ангины Следствие затянулось почти на два года Об этого защитница и написала в своей жалобе На следователя в прокуратуру Бостендыкского района Алматы Ответ последовал, ну какой? Под официальным логотипом прокуратуры стояло ее имя А потом, уважаемая Пупкина, далее нецензурно В этот момент Умарова забыла о целях своего письма В надзорный орган Поведением прокуроров шокированы коллеги Умаровой И обычные пользователи Ее пост в социальной сети разлетелся за считанные минуты Уже у публикации адвоката более 200 перепостов Офигеть! Простите, что не заматерилась Не умею Даже слов нет, чтобы описать, насколько деградировала наша диктатура Очередной раз убеждаюсь, что новый генпрокурор Кожамжаров КП не способен наладить работу прокуратуры Казахстана Ерлан Также должен быть уволен и сам прокурор В обязательном порядке Надо сменить всех, кто там работает На новое обручившееся поколение Да уж Хотя чему удивляться Судя по содержанию их ответов на жалобы И их постановление об отказе удовлетворения их адатайств Такими они нас, адвокатов, и считают Айман, вы не такая одна И в недавнем ответе из самого верховного суда Меня обозвали непристойным именем Слов нет, сами понимаете, почему Слов нет Айман, простите за таких коллег-госслужащих Сегодня Айман Умарова не смогла пойти на работу Сказался эмоциональный шок По ее словам, прокуроры пытались извиниться Но адвокат лишь резюмировала Встретимся в суде Шалпан Уразбекова, Павел Ингельгард Настоящее время Адия, Казахстан Плохой день Мэр Бишкека, Албек Ибраимов Официально освобожден от должности И сегодня же задержан Госкомитетом нацбезопасности Ибраимов несколько раз Не явился на допрос По заявлению ГКМБ При этом угрожал вооруженным сопротивлением При попытке его задержания Его все же доставили в СИЗО Тихо, без стрельбы Уже экс-градоначальник Бишкека Проходит подозреваемым Сразу по нескольким уголовным делам Все по коррупции Только по двум фактам Речь идет об ущербе В полмиллиона долларов Албек Ибраимов Последний приближенный Бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кто до сегодняшнего дня Оставался у власти Ибраимов свое преследование И снятие с поста Называл политически мотивированным О том, что последует За задержанием Албека Ибраимова И какое влияние окажет этот арест На всю политическую систему Кыргызстана Мы поговорим с политологом Кандидатом исторических наук Табылды Акеровым Господин Акеров, добрый вечер Я думаю, можно утверждать Что Ибраимова будут судить Думаете, грозит ли реальный долгий тюремный срок Или как с прежним мерам Тюлеевым А делается компенсацией Мы все знаем, что в Кыргызстане Сегодня идет усиленная борьба с коррупцией И это связано с программой Нынешнего президента Сурамбая Джеймбекуа На предвыборных выборах И поэтому я думаю, что сегодня будет Очень жестко относиться В отношении коррупции или коррупционеров И поэтому не будет Такого случая, как было прежде И вообще Вот нынешние уголовные дела Возбуждающие им В отношении государственных чиновников Они были еще давно Известны общественности Это резонансные дела были Еще в прошлом году Озвучивал именно по делу Албека Ибраимова Омирбек Тикебаев Поэтому То есть Оппозиционер И поэтому я думаю, что Такого снисхождения Или какого-то Смягчения Не будет Албек Ибраимов Последний чиновник высшего ранга Из команды Экс-президента Алмазбека Тамбаева Уместно ли говорить О месте И сведении счетов? Да, я, конечно, не согласен Вот с такой постановкой Поскольку нынешний президент Тоже из СДПК И поэтому Это можно сравнить Наверное с Грузией Когда Саакашвили Пришел к власти И даже Своих Знакомых Близких Или Со своей партии Стали арестовывать И так далее И так далее То есть Идет серьезная борьба С коррупцией Поэтому Сказать, что Это Как бы Идет Сведение счетов Или еще Другое Невозможно Как вы считаете Какие планы У президента Жиембекова На период Когда политическое поле Будет полностью зачищено От конкурентов И представителей Старой элиты Я не думаю Что Именно очищается Вот Политическое поле Думаю Что Вообще Нынешних Вот Госчиновников На которых Возбуждаются Уголовные дела Они все Известны Были Еще В бытности Как Очень Близкие люди Экс-президента Атамбаева И Все они Как бы Пришли к власти Вот Именно В эпоху Атамбаева То есть Заняли Большие Посты И Многие Из них Постоянно Находились Рядом С Атамбаевым Еще До его Президентства То есть Кто-то был Завхозом Кто-то был Телохранителем Кто-то был Секретарем Кто-то был Еще кем-то Помощником Буквально Коротко Услышим Ли мы Еще О громких Арестах Или Главная Задача Уже Выполнена Я думаю Что Поскольку Идет Борьба Коррупции Я думаю Что Еще Будут Аресты То есть Борьба С коррупцией Будет Продолжаться И Сегодня Общественность Полностью Поддерживает Президента Сурамбаева Дембекова Поэтому Я думаю Что Вообще Общественность Кыргызстана За 25 лет Всегда Требовала Чтобы Президент Господин Акеров Вынужден Прервать Спасибо большое Всего доброго Есть Контакт Президент Кыргызстана Встретился С представителями Неправительственных Организаций И общественными Активистами Это Десятки Человек Совершенно Из различных Сфер Деятельности Часть Из них Ранее Находились В черном Списке У власти Каждому Была дана Возможность Высказаться Какая Последовала Реакция Расскажет Дарья Тимофеева 40 активистов И глава государства Разговаривали Без камер На встречу президента С гражданским Обществом Прессу решили Не приглашать Для СМИ Ограничились Лишь сухим Пресс-релизом Согласно Нему В речи Президента Было Много похвалы Гражданских Активистов Благодарности Надежды На сотрудничество В общем Все как всегда Мало Конкретики И четких Планов Стала ли беседа Продуктивнее После того Как приглашенные Начали задавать Вопросы Это мы и попытаемся Выяснить у них сейчас Гости как раз Возвращаются Из госрезиденции Без опозданий Встреча началась В 10 утра И длилась Больше 4 часов Президент поразил Многих Своей крайней Внимательностью К каждому выступлению Записывался Каждый вопрос И на каждый вопрос Он пытался ответить Понимаете То есть Это первое впечатление Это потрясающая Работоспособность И честность У меня Во всяком случае Такое впечатление Потому что Были вопросы На которые Он не знал ответа И на которые У него не было ответа Он не знал Не обладал информацией И в этом случае Он не стал Уходить Увиливать Он просто говорил Я посмотрю Я не готов Решение главы государства Встретиться лицом к лицу Со своими оппонентами Вызвало также уважение Тему громких задержаний Политиков Которая не поднималась Участниками Возможной извежливости Президент обозначил сам В принципе-то Он мог провести Такую встречу С гражданским обществом Собрать туда Кого угодно От пчеловодов До филателистов И в принципе Объявить Что это и есть Встреча с гражданским обществом Я бы даже не удивился Но Меня удивил состав Потому что Очень много Самых Таких Острых Критиков Он буквально Девятых Которых я бы Посчитал бы Маргиналами Нет Он специально Для того Чтобы Продемонстрировать То что Он совершенно У него Открытое лицо И он Очень уверенно Стоит на ногах Значительное Внимание Уделили Многострадальной Судебной Реформе Президент Попросил помощи Но сроков Опять не обозначили В целом Конкретных дат Практически Не называлось Зато Участникам Пообещали Дать письменные Ответы На вопросы Которые Не успели Задать Если Они записали То из этого Они должны Сделать Большой блок Это будет Блок Правоохранительные Органы Вопросы Судебной Реформы И Здесь Вопросы Чистичные Мы затринували Экологии И Очень хорошее Выступление Сделал Шукуров И Я его поддержал Вопросы Сохранения Ледников Все же Не по всем Вопросам Удалось Достигнуть Согласия Некоторые Предложения Сразу Были Отправлены Президента У нас Давлеет Над всеми Ветвями И институтами Власти И то что Вот эта Возможность Института Президента Влиять На все Веты Власти И при этом Не нести За это Никакую Ответственность То есть Ответственность Остается На самих Институтах Власти И это Разрушает Систему Сдержек И противовесов И мое Предложение Было Это Немедленно Начать Инициировать Конституционную Реформу Провести Широкие Общественные Обсуждения Различных Проектов Конституционной Реформы К сожалению Вот Президент Со всеми Согласился Только со мной Не согласился Подобные Встречи Президент Пообещал Проводить Регулярно По мере Накопления Вопросов В следующий Раз Они будут Разбиты По тематикам Достиг ли Сааранвай Джимбеков Своей цели Заручился Ли поддержкой Гражданского Общества Скорее всего Да Впрочем Больших усилий И делать То не нужно Было Активисты Всегда Были готовы Сотрудничать Идти на помощь А вот Руководство Страны Как-то Было Поодаль В стороне Изменится Ли ситуация Сейчас Начнутся Ли какие-то Конкретные Проекты Совместные Можно Будет Узнать Буквально Через Пару Месяцев Смотрите Далее В нашей Программе 30 лет За Оппозицию Власти Таджикистана Не могут Освободить Из заключения То, что они Предъявляют Это всего лишь Рекомендация С необычной Инициативой Выступила МВД Узбекистана Специалисты Министерства Разработали Законопроект Согласно Которому Гражданам Страны Будут платить За видео Доказывающие Факт нарушения Правил Дорожного Движения Водителями Ничего Не подозревающих Автолюбителей Будут штрафовать А из полученных Денег Будут Примиривать Авторов Видео Сообщается Что сумма Вознаграждения Составит 5% От минимальной Зарплаты Если минималка В стране Составляет Почти 185 тысяч Сумов То 5% От этого числа Немногим Больше 9 тысяч Сумов Или чуть больше Одного доллара Кроме этого МВД намерено Обязать всех Владельцев И общественного И пассажирского Транспорта Устанавливать Видеорегистраторы Законодатели Уверены Что местные Производители Авторегистраторов Смогут Обеспечить Своей продукцией Внутренний Рынок При этом Средняя цена На такой Прибор Составит От 80 До 130 Долларов Еще в марте Этого года Появилось Сообщение Что на сайте Главного управления Внутренних дел Ташкента Открылась Рубрика Мобильный Репортер Она была Создана Для местных Блогеров Которые Могут Отправлять На сайт МВД Снятые на Видео Факты Нарушения ПДД Правда Совершенно Бесплатно Лучик Надежды В Таджикистане Опять Заговорили О судьбе Опального Бизнесмена Зайда Саидова Причиной Стала Публикация Комитетом ООН По правам Человека Итогов Трехлетнего Изучения Его уголовного Дела В ООН Рекомендовали Властям Таджикистана Освободить Саидова Из-за Решетки В течение 180 дней Подробнее Тимур Тимаев В судьбе опального Бизнесмена Заида Саидова Забрежжила Надежда Комитет ООН По правам Человека Пришел К выводу Что власти Таджикистана Нарушили Право Саидова На справедливое Следствие И судебное Разбирательство А также На свободу И личную Неприкосновенность В соответствии С третьим Пунктом Второй Статьи Соглашения Сторона Государства Обязана Предоставить Господину Саидову Надлежащую Защиту Его Прав Это Обязывает Государство Предоставить Полную Компенсацию Лицам Чьи права Были Нарушены В соответствии С соглашением Соответственно Сторона Государства Обязана В частности А. Аннулировать Вину Господина Саидова Отпустить Его И при Необходимости Провести Повторный Суд В соответствии С принципами Честных Слушаний Презумпции Невиновности И другими Гарантиями Предусмотренными Законом Б. И предоставить Господину Саидову Соответствующую Компенсацию Сторона Государства Также Обязана Принимать Необходимые Меры Для Предотвращения Повторения Подобных Нарушений В будущем Черная Полоса В жизни Заида Саидова Началась В 2013 Сразу После того Как бизнесмен Заявил О планах Создать Политическую Партию Новый Таджикистан В мае Того же Саидова Арестовали А через Полгода Приговорили К 26 Годам Лишения Свободы В вердикте Суда Бизнесмена Признали Виновным В мошенничестве Получении Взятки Изнасиловании Многоженстве Незаконном Лишении Свободы А через Полтора Года Заиду Саидову Добавили Еще Три Года Заключения Накануне Глава Минюста Рустам Ишох Мурот Комментируя Рекомендации Комитета ООН По правам Человека Заявил, что Существует Два пути Выполнения Выдвинутых Республики Требований Первое Это всеобщая Амнистия Второе Помилование Президентом Республики На данный момент В связи с этим Вопросом Мы еще Не получали Каких-либо Документов В свою очередь Минюсти Таджикистана Утверждают Что в республике Не существует Законной Процедуры Пересмотра Судебного Решения По требованию Или рекомендации Международной Организации То, что они Предъявляют Это всего лишь Рекомендация Это не требует Повторного Судебного Пересмотра Уголовного Дела Поэтому Это только Рекомендация Международные Правозащитные Организации Называют Заида Саидова Политическим Заключенным Их многочисленные Обращения В адрес Правительства Таджикистана Остаются без Ответа Власти Просто игнорируют Обсуждение Судьбы Опального Бизнесмена Это были Все новости О которых Мы хотели Вам рассказать Мы встретимся С вами Завтра В это же время Я прощаюсь С вами Всего доброго Редактор субтитров